если человек ушел из жизни добровольно суицид значит он будет жить в тонком теле я видел такие существа когда человек оставляет тело сам он живет в тонком деле как привидение потом ему нужно пугать людей чтобы питаться этим страхом такие живые существа питаются помочь молитвой можно помочь он даст молитва освобождает его он уходит следующую жизнь в результате молитвы молитва такая же как я вам рассказал как молиться уже знает теперь как молиться настраиваться на старшего так как он вас испугал этот привидение испугало но сидит рядом с вами засет кровь вы начинаете молиться со думаете о святом человеке и проповедуйте этому привидению она потом оставляет это тело по тело привидение и рождается в результате вашего по вашей помощи рождается хорошим человеком похожим на вас уже можно вот так именно так если вы будете молиться не так то вы что будете вы будете жить вместе с привидением сознание он будет сосать вас кровь а вы будете о нем думать и потом родитесь тоже в теле привидение а если вы будете делать так как я сказал то вы освободите его от страданий поэтому не советуют молить за привидение потому что отрицательный опыт люди не знают как правильно молиться они думают что молиться означает я думаю об этом человеке помогаю ему кстати у нас и высасывает из вас всю кровь олег геннадьевич поясните пожалуйста вопрос выбора веры воспитания например православное покрещению жена до жених мусульманин хочется повторять и петь имена войснавские имена бога вот молодцы все папа русский вам русские евреи как выбрать религию все нормально надо изучать дальше в целом как бы как отношение согласно ведом строится в семье смотрите жена должна внешне принять веру мужа но в сердце продолжать следовать своей традиции и сердце бога не уберешь вот как богу но богу нравится служить что такое традиция духовная это как богу нравится служить вот как богу нравится служить так служи твоя традиция твоя вера это то что как ты сладкие отношения с богом испытаешь такой вере в своей чем менять не надо но внешне допустим муж мусульманин все законы обычаи мусульманские нельзя создавать хаос понимать нельзя жить мусульманской и при этом свою веру там ну все будут страдать от этого и ты будешь страдать внешне делай но с мужом договорить что я имею право от молиться в воединение вы наедине вот так как я молюсь есть замечательный пример посмотрите фильм голливудский фильм джатка и акбар джатка и акбар акбар это мусульманский правитель который всю инью завоевал и его считали очень возвышенным царем он реально ну как бы как он завоевую завоевывал все он должен был завоевывать то его обязанность царя но он тем царям который при ну как признавали его власть давал полную управление и сохранял их веру он давал им возможность управлять как они хотят своей стране со своей веры своей культуры не вмешивался вообще вот если вы признаете мое правление пожалуйста вы можете жить и как как вы считать нужно так он действует те кто с ним сражался он сражался с этими царями он никогда не добивал противника никогда не вел себя агрессивно и один индуистский царь ему дал отдал свою дочь считалось нельзя отказаться если царю дают дочь жены он должен принять или он оскорбляет этого человека он уважал этого человека он принял от него дочь и у него дочь стала то есть он мусульманин а его жена индуизм проповеду и он ей дал возможность свою веру культивировать он дал ей место где она могла поклоняться богу но внешне она вела себя как мусульман но когда она одна оставалась она культивирует свою веру и он очень уважал и она из освещала ему пищу по-своему он ел эту пищу тоже и очень ли я любил это самая любимая жена у него была у мусульман много жен но вот это у него была самая любимая как правильно относиться девушки к мужчинам которые признаются в любви серьезное отношение желанием жениться ответных чувств нет такому человеку понимаете ответные чувства это что такое это вожделение часто у женщин не бывает вожделение мужчинам даже если они их любят женщина испытывает родственные чувства со временем человеку когда она вместе с ним поживет она начинает чувствовать испытывать родственные чувства когда начинает кому-то служить женщина если кому-то служит она начинает чувствовать этот человека родственником. В целом критерий такой, что этот человек не противен. Если он противен, значит не надо отношения с ним. Он приятен, но нет сильного привязанности. Не нужно сильно привязанности. Если человек занимается духовной практикой, он как бы живет праведной жизнью, но к нему нет сильных чувств. Это значит, что у него очень возвышенно центры работают, к нему не будет сильных чувств. И вы с ним строите отношения с позиции занятия духовной жизни. Общаетесь с ним, беседуете и постепенно вы чувствуете, что хороший человек, надо выходить замуж. За хорошего человека надо выходить замуж. Родственные чувства появятся позже. Поднимите руку, у кого так создался брак, семья так создалась? Вы довольны? Довольны. Очень. Это называется семья в благости. Когда люди в страсти создают отношения, они сильно влюбляются друг в друга и сначала занимаются сексом, любовь у них, влюбленность, секс, а потом они женятся вместе. Потом они начинают ругаться после этого, через 2-3 года. И им очень трудно потом сохранить семью, но тоже возможно. И тогда уже отношения переходят в благость. Дальше. То есть отношения в благости всегда имеют спокойную природу. Люди видят, что хороший человек. У них нет вожделения к человеку. Они чувствуют, что он хороший человек. Начинают с ним встречаться, общаться и постепенно создается крепкая семья. Вожделение означает сильный объем кармы. Чем сильнее тянет человеку, тем сильнее объем кармы, тем тяжелее жить потом будет. Даже если у вас хорошее отношение между собой, судьба будет испытывать вас в других местах. Чем больше вожделения между людьми, вот этой любви, тем больше будет испытаний в жизни. Спокойное отношение и чувство долга, спокойное, приятное отношение, спокойное дают благостное отношение, благостное семью. Люди вместе служат Богу в этом случае. Потому что если люди не служат Богу, они не создают семьи спокойных отношений. Они думают, зачем такие семью создавать, если ты не любишь? Люди страсти не понимают, зачем вставать в семью, если ты не любишь? А люди благости думают, как, зачем? Это же человек служит Богу, я таком мечтал о человеке. Но он не сильно как бы интересуется чувственными темами. Поэтому от него не возникает чувство сильного, потому что он нечувственный. Он служит все чувства, дает Богу. Но постепенно такие люди начинают очень сильно, возвышенно любить друг друга. Очень возвышенно. Чистые, светлые отношения возникают. Возвышенные очень. Божественные отношения. Означают без вожделения. Другое чувство к человеку возникает. Видите, я вам то, что сейчас рассказал, незнакомо. Вы думаете, что такое вообще несет Олег Геннадьевич? Незнакомая тема, потому что мы не привыкли так. У нас нет культуры такой, таких отношений, возвышенных. Чаще всего люди хотят страсти создавать отношения. Влюбляются очень сильно, наслаждаются друг другу, потом женятся, не женятся. Муж постоянно шантажирует разводом. Но это нормально. Он хочет показать, что он важный человек в жизни. Манипулирует, уходит из дома. Не берет ответственность, пытается развестись. Но это ваша карма такая, значит, гуляли в прошлой жизни. Поняла, что нужно служить Богу и мужу, ничего не ожидая. Но хочется жить спокойно. Хочется детей. Страшно, что муж бросит. Останусь одна с детьми. Как правильно действовать? Надо служить Богу. И во время служения Богу вы будете таким образом побеждать судьбу. Первый этап победы. Спокойно стало, потому бросит муж, не бросит. Все власти Бога. Спокойно стало. Спокойно стало. Заводить детей, не заводить. Заводить. Спокойно стало. Можно заводить детей. Первая стадия – спокойствие. Вторая стадия – влияние. То есть я уже могу мужу говорить о том, что он ведет себя неправильно. Уже могу ему это объяснять. Вторая стадия – это объяснение. Третья стадия – у него совесть просыпается, он сам чувствует, он скажет, Я уйду от тебя. Потом он говорит, извини, что-то я погорячился. То есть он начинает исправляться потихоньку. Третья стадия. Победа над судьбой. Когда судьба, невозможно судьбу победить. У меня плохой муж, надо разводиться. И человек об этом думает. Не молится Богу, а думает о том, как искусственно победить судьбу. Он хочет выйти из угла тайком. Это называется греховная жизнь. То есть неповиновение воли Бога. Тебя Бог поставил в угол. Взял тебе, дал такой человек. Потому что ты за это, ну уже как бы, в прошлой жизни получил за это наказание. С прошлой жизни. Вы скажете, Олег Геннадьевич, я не видел, я не понимаю, не помню, что я с прошлой жизни получил такое наказание. По причине того тоже, что вы не думаете о Боге. Когда человек начинает думать о Боге, он начинает вспоминать свои прошлые жизни чуть-чуть. Сначала на уровне чувства. Да, это мое. Вот это точно для меня. Точно, сто процентов. Это означает, что Бог уже открывает занавес, вот это вот невежество приоткрывается. Это чувство, о, я тоже была гулящая. Я тоже вот так, постоянно вот так ходила в прошлой жизни. Теперь такого получил. Классно. Все закономерно. Все классно, все хорошо идет, все по плану. Молимся дальше. Молимся дальше, дальше смотрю, раз, меня-то человек начал, опять все по плану идет. Мы побеждаем судьбу, идем вперед. Вот думаете, Олег Геннадьевич вот так говорит, как будто у Олега Геннадьевича безоблачная жизнь, прям такая. Да? Вы ошибаетесь. Я просто вам не хочу рассказывать подробности своей судьбы, потому что как только я начинаю это делать, я уже это делал, выкладывают в интернет со злобой. Вот он какой человек, со злобой выкладывают. Это нехорошо. То есть оскорбляют старшего сразу. Если начинают трудности своей жизни рассказывать, сразу оскорбление сыпется. Неблагодарные люди оскорбляют. Поэтому я не буду рассказывать вам, как мне тяжело бывает в моей жизни, как я с этим справляюсь. Не хочу рассказывать, я вам говорю. Знание, если вы чувствуете, из сердца идет, значит правда. Все. Подробности не буду рассказывать, но у меня жизнь тоже тяжелая. Но она у меня счастливая. Эти тяжелые жизни не означают несчастные. Означают, что я тоже имею экзамены, их сдаю. Я не против своих экзаменов. Я принимаю своим сердцем, всем сердцем принимаю свой экзамен. Вот допустим, я гневливый человек. То есть гневаюсь на своих подчиненных. Потом раскаиваюсь. Это нормально. Да? Всякое может быть. Всякое может быть. Может ли быть, чтобы этот человек уйдет из жизни? Может быть. А может быть и не уйдет. Вы не знаете. Но есть определенный вид философии. Я вам сейчас расскажу. Философия ненасилия. Такой вид философии ненасилия. Есть такой анекдот у буддистов. Я услышал от буддистов такой анекдот. Они про себя рассказывают. Говорит, у нас есть такие философы. Хочется мясо. А убивать нельзя. И они пасут стадо. Стадо яков пасут. По горам. И стадо прижимают к обрыву. А там уже внизу разделывательная доска. Уже стоят монахи. Ждут, когда случайно як свалится со скалы. А они прижимают стадо к обрыву. И какой-то як оказывается возле обрыва. И его сталкивают с горы просто. Другие яки. Но этот монахи вообще ни в чем не виноваты. И он тот падает с обрыва, разбивается. Его тут же разделывают. О, Бог послал яка. Так и жена иногда тоже. Она думает. Олег Геннадьевич, а бывает так, что муж уходит сам? Бывает, если особенно поможешь. Ну сам ушел. Не виноват, а я сам ушел. Но Бог знает. Все знает. Какие мысли в голове у жены. А духовная сила с фестиваля нашим домашним передается? Конечно, передается. Моя мама, которая с недоверием относится к моей здесь жизни, написала в смс. Рады, рады, рады. Рады, рады, рады. Все, значит, передается. Рады, 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 рады. Что вам тут хорошо. Она написала в песне. Она приедет, когда домой, она будет петь. Рады, рады, рады. Что вам здесь хорошо. Помню свою прошлую жизнь. Она была чистой, возвышенной и не на земле. Да, часто люди думают, что они в прошлой жизни были королями, принцессами. Жили в раю. И какой-то козел что-то сделал, и я попал сюда. А так я вообще из небес. Правильно ли это? Вам могут помочь так же, если вы к гадалке приходите. Она говорит, вы были принцессой в прошлой жизни. Потому что все мы принцессы на самом деле. В духовном мире мы все были принцессами и принцами. И вообще мы мягкие и пушистые, а сейчас мокрые и вонючие, потому что скользкие и вонючие, потому что болеем. Есть такой анекдот. Лягушка встречается с зайчиком. Зайчик улыбается, прыгает. Лягушка говорит, ну я тоже мягкая и пушистая. Сейчас я просто скользко и вонючий, потому что я заболела. Нам очень кажется, что мы принцессы все. Особенно в прошлой жизни. Я вот увидел в свою прошлую жизнь, что в прошлой жизни был шаманом. Все это заклинания делают какие-то. Шаманом был в прошлой жизни. А в прошлой, по-моему, чуть ли там жизни три назад, четыре жизни назад хвостом белял. Вот это правда. В России не рождаются с высших планет. С высших планет рождаются в Европе. С райских планет падают в Европу. В Америку с низших райских планет попадают. А в Россию попадают из ада. Поэтому жизнь такая тяжелая, русская. Ну там, наверное, в Иваде были принцессы. Наверное, принцессы сидели в масле, в горячем. Что важнее служение Господу и молитва? Это одно и то же. Когда человек просто бубнит, тараторит что-то языком, но при этом не служит Богу, это не молитва. Это просто самообман. Молитва означает, что ты поклоняешься, служишь. Молитва означает служение. Не просто ба-бам-ба-бам, что-то ты тараторишь. Это служение. Служение наставнику, служение Богу, молитва – это служение. Самое высшее проявление служения – это молитва. Потому что самая сильная любовь – это любовь сердца и сердца. Ты можешь что-то делать для Бога, но когда ты думаешь о Нем, это самое высшее проявление любви. Можешь думать, что делать для близкого человека очень хорошо, с любовью у Него, но когда ты сядешь и думать будешь с любовью о Нем, это более высокое служение, чем ты что-то делал. А если ты думать о Боге будешь и еще делать что-то для Него вместе, то будет еще лучше. Работаю с детьми и дошкольниками от 3 до 7 лет. Дети обращаются к педагогам по имени и на «ты». Является ли это уважением? Конечно, нет. Насколько это влияет на воспитание и уважение к старшему? Принимайте жизнь как есть. Поймите, что сейчас идет деградация, тотальная деградация населения. Тотальная деградация идет. Люди… Сейчас расскажу, что происходит. Есть анекдот про Брежнева такой. Что происходит, сейчас расскажу. Недорин считает, читает доклад. Народ и партия идут на говно. Так, что-то не пойму, что написано. Народ и партия идут на говно. Ленит Ильич, переведите страничку, пожалуйста. Народ и партия идут на говно. Гу. На говно-гу. Идет деградация, понимаете? Мы деградируем. Я помню, еще помню, как 35 лет назад были семьи устойчивые. Разводов почти не было в России. 35 лет всего назад. Я не слышал, где-то я 25 лет услышал о том, что есть гомосексуализм. Да это вообще не слышал ничего об этом. Очень мало было гомосексуалистов. Сейчас, по-моему, в Швейцарии, или в Швеции, в Швеции, издали закон, что в детских садиках некоторых детишки будут называть друг друга дружками. Да, и они сами будут, да, сами решать, какого они пола. Я мальчик или девочка. Я буду дружками всех называть. Я могу носить и женскую одежду, и считать себя мальчиком, и мужскую носить, считать себя девочкой. Им запрещено читать книги, в которых есть мужчины и женщины вообще. Все дружки. Все книги переписываются как дружки. Нельзя документ, писать нельзя мальчик и девочка. Только дружки. Все. Понимаете, что вытворяют? Это деградация, тотальная деградация нации идет уже. В Швеции. Деградация, ну там самый высокий уровень жизни. Видите, как материальное счастье сильно убивает народ. У нас, видите, люди больше страдают материально, но более духовные. У нас тут очень много верующих людей в России, очень духовные люди. Понимаете, часто люди от материального достатка деградировать начинают. Жиру бесится, понимаете? То есть, с ума сходят. Меняют пол, там еще что-то. И вот такое начинается. Веселая жизнь. Это называется деградация. Тотальная деградация человечества идет. Мы должны сматываться отсюда. Лев Толстой говорил, что духовный прогресс не коллективный. Это индивидуальная вещь. Человек должен находить в себе духовное общение и развиваться. Фрейд решил, что человек постепенно от обезьяны все выше и выше развивается. Но веды говорят, что есть два типа эволюции. Одна эволюция вверх. То есть, мы можем эволюционировать вверх, получать все лучшие тела. Если мы живем неправильно, то эволюция вниз идет. Наоборот. Мы получаем животные тела в следующей жизни. И можно видеть это в этой жизни. Примеры. Один человек более божественным становится. Он даже внешне становится более светлым. За течение жизни. Все возвышеннее и возвышеннее. У меня жена, когда увидела фотографию меня в 20 лет, я говорю, что ни за что бы такого за человека замуж не вышло вообще. Ни за что. Я в 28 лет начал духовной практикой заниматься. Серьезно. Понимаете? Я тоже ее видел там, фотографию там. И так далее. Ну, то есть, не тот человек, да? Некоторые мои друзья полностью деградировали. Они спились, синяками стали уже все. Идет деградация уже. Похоже на свинью там. Уже животные формы жизни уже прорисовываются на лице. Все. То есть, кто-то развивается вверх, кто-то развивается вниз. Идет расслоение населения. Меняется сознание, меняется. Следующая жизнь уже. Все спрашивают, кто ваш духовный учитель, кто ваш духовный учитель. Я не говорю публично о своей вере и о своем духовном учителе. Это неэтично так делать. Также считаю неэтично перед всеми говорить о том, как ты где молился и как. Это нехорошо. Не надо это докладывать всем, потому что это бахвальство. Но лектор может в целом говорить о молитве. Это хорошо. Но не надо никому кичиться своей молитвой и своей верой, потому что здесь люди разных верных собрались. И они тоже хотят комфортно здесь себя чувствовать. Поэтому не нужно это. Это нехорошо. Не люблю. Больше двух лет не живем с мужем вместе. До сих пор стоим в браке официальном. Есть дочь, 6 лет. Пыталась наладить отношения. Но он сказал, что у нас ничего больше не будет. Чтобы я даже не надеялась. Нужно ли мне молиться за него? Не надо вообще ни за кого молиться. Надо просто молиться. И если вы связаны с человеком в сердце, река будет течь к нему. Не думайте, что Бог про него забудет. Он всегда с вами, Бог. И если у человека есть свобода выбора, можете молиться и наполнить реку отношений. Но человек может все равно не вернуться к вам. И ничего страшного в этом нет. Потому что он может не пускать. Он может своей силой внутренней не пускать вашу любовь в свое сердце. Он может не пускать заботу в ваше сердце. И тогда у него есть выбор, быть с вами или нет. Он может не быть. А может и быть. Но если вы отдадите ему все, что вы должны отдать, Бог вам даст. Другого человека хорошего. Человек никогда не может остаться один, если он живет правильно. Никогда не может быть несчастным, если он живет правильно. Все проблемы только из-за тяжелой кармы, из-за того, что мы живем неправильно, живем для себя. Поэтому мы страдаем в жизни. Нет причин другой для страданий. Почему так много одиноких людей? Потому что мы нагрешили в прошлых жизнях. Поэтому многие сейчас одиноких. И чем больше будет протиксировать эпоха деградации, в которой мы живем, тем больше будет одиноких людей. Это предсказано в Шимат Бхагаватам. Одиннадцатая песня Шимат Бхагаватам. Говорится, что когда на закате уже эпоха, в которой мы живем, которая началась пять с лишним тысяч лет назад, эпоха деградации. Именно поэтому веды и записали в книге, что люди теряют память в эту эпоху. Чтобы они читать могли хотя бы, если помнить не могут. Что в конце этой эпохи написано в Шимат Бхагаватам, что семьи фактически не будут существовать. Люди будут соединяться в врачные отношения только на период зачатия детей. И потом разрушаться семья будет немедленно. Практически института семьи не будет существовать уже в конце. То есть это через много тысяч лет. А сейчас идет деградация постепенно. Смотрите, еще 40 лет назад семьи более устойчивы были. Сейчас уже почти люди не могут жить вместе уже. Поэтому вы не должны думать, что Земля это место, где я должен всегда оставаться. Надо развиваться духовно и повышать свой уровень. Потому что эпоха деградации действует только на средних планетных системах. Чуть-чуть захватывает высшие. Но там на высших планетах, системах, там нет вот этого такого движения времени. В сторону деградации, там золотой век, серебряный, бронзовый, железный, как у нас. Такого нет там. Там продолжают все жить одинаково все время. На высших планетах. Там нет движения времени вот так, как здесь. Не должны здесь оставаться надолго. Хорошая стоянка на пути. Да, Земля. И дальше наверх. Не надо здесь задерживаться. По солнечному пути наверх. По тому пути, где исполнение свое долго идет. Не по лунному, где наслаждение балдеж, а по солнечному пути. Я не утомил вас? Вы знаете про эти эпохи или нет? Ничего не знает. Кто не знает ничего про эти эпохи? Все знают. Что есть эпохи. Что мы живем в век железный век, в век раздоров. Что, само собой, между людьми, если они не поддерживают отношения, возникают раздоры. Поэтому в этот век нужны очень близкие отношения. Люди должны очень близко жить друг к другу. Близкие отношения строить, чтобы поддерживать отношения. Только чуть-чуть отношения подальше стали, все начинаются раздоры. Понятно? Потому что входит сила раздоров в отношения. Так действует время сейчас. Чуть-чуть отношения не поддерживаются, все разлучились люди между собой. У нас уже все, сейчас уже супруга идет. Будем петь. Вы согласны петь?